Доброго вечера, друзья! Ну что, прибой эфир, вечерняя вятка, все на месте, вы на месте, сидите дома, я надеюсь, что в самоизоляции все происходит именно так. Это Максим Кропотов. Это Алена Милина, это антикоронавирусное шоу «Вечерняя вятка». Здесь только позитив, здесь только хорошие и веселые новости, хорошие и веселые гости. У нас не только новости, но и гости всегда такие же. Скоро к нам присоединится один сегодняшний гость, не будем пока раскрывать всех карт, кто это такой, но человек очень интересный. И он, внимание, не в Кирове и даже не в Москве, как недавние наши гости. Да, поэтому мы расширяем географию, расширяем наши границы и даже, знаете ли, чуточку рады самоизоляции, потому что когда бы они с нами вышли на связь и приехали бы в эту студию. Поэтому, но об этом чуть позже, пока я хочу рассказать новость. Новость? У нас есть новость? Максим, все сейчас сидят дома, но есть странные места. Да, ты видела, Киров, какой все дома? Там не все, но 40% может сидят, ладно. Но есть странные места для самоизоляции, согласись. Есть люди, которые решили все-таки не в квартире, да, в своей уединице, а куда-то подальше. Вот, например, один человек ушел в тайгу, между прочим, ушел в начале марта в тайгу, начал строить там избу, а почему бы нет? Он просто ушел, он даже не знал, что коронавирус просто жена. Он такой, уйду в тайгу, подальше от семьи, вот и все. Он неделями уже живет, между прочим, в лесу, выбирается в город лишь за необходимыми стройматериалами. И что-то мне подсказывает, что к концу этого карантина он обязательно там построит себе дом. Землянку. Землянку, вполне возможно. Следующее интересное местечко, это, например, галерея. Друзья, между прочим, Пушкинская галерея города Железноводска. Именно этот объект выбрал один мужчина для того, чтобы проживать и присматривать за ней. То есть он пришел, говорит, можно я присмотрю за картинами, но дайте мне ключ, да? Я закрою двери и буду тут жить один. А-а-а, он сказал не так. Он сказал, можно я еще буду картины писать? Люди сказали, ну если только картины писать, тогда конечно. Просто он считает, что там вдохновение больше и ближе к скуку. Странный все-таки мэр в Железногорске, да, который сидит... В Железноводск, Максим. В Железноводск. В Железноводск. Хорошо. И еще одно странное место для самоизоляции, это палатка. Между прочим, 42-летний мужчина приехал на автобус из Перми в Севастополь, после чего отправился на пляж и разбил там палатку. Но, друзья, этого делать нельзя, да? Его тут же, между прочим, сотрудники полиции поймали, выписали ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Поэтому выбирайте правильно место для самоизоляции. И самое лучшее, наверное, это, конечно же, ваш дом или квартира. Я вообще предлагаю взять какое-нибудь большое дерево, построить там дом на дереве. Во-первых, это мечта детства, да, на секундочку. Домик на дереве, я думаю, все со мной согласят. И жить там, жить там, да, сделать канат и корзинку. Заказал еду, спустил корзинку, тебе положили еду, ты поднял. И все, мечта сбылась. Вполне возможно. Но вот а где наш гость отбывает, так сказать, свою самоизоляцию, мы узнаем прямо сейчас, в какой точке России, а может быть и мира, кто знает. Дамы и господа, встречайте сегодняшнего гостя вечерней вятки. Шоумен, ведущий Иван Сусанин. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю. У нас на связи прямо сейчас по телемосту Иван Сусанин, ведущий мероприятий, да и просто жизнерадостный человек. Ваня, привет! Ваня, привет, привет, привет! Как дела? Павюшки, Зайф. Как настроение? Да потрясающе, знаете ли, очень хорошо. Вот, Вань, сейчас у всех вопрос. Откуда ты с нами ведешь разговор? Где ты? Где так солнечно? Солнечный город Сочи, за окном плюс 19 по Цельсию, с балкона виднеется красивое морюшко. В общем, жизнь прекрасная, хочу вам сказать. О, вот так вот, мы сейчас тебе все завидуем. Уровень зависти сейчас немножечко поднялся. И Ванька мне уже не нравится, да? Хочется сказать, но нет, но нет. Вань, расскажи, ты на самоизоляции сейчас или нет? Я на самоизоляции, да, конечно. У меня вопрос к вам, вы почему не на самоизоляции? А мы просто из студии не выходим, мы как бы тоже здесь. Работаем на благо общества. Мы средством вас информации нам разрешили работать. Вот так вот. Хорошо. Да, в режиме самоизоляции, не в карантине, конечно. У нас карантин сняли в Краснодарском крае. Губернатор тут позвонил пару дней назад, сказал, 12-го числа, сказал, ребята, все, вроде бы не так уж и плохо, поэтому переходим снова в режим самоизоляции. А до этого было жестковато, конечно. Но вот мы выходили вчера за продуктами, все-таки кушать необходимо, и заметили такую вещь, что достаточно все-таки много людей не соблюдают режим самоизоляции, хотя статистика и рейтинг, за которым мы наблюдаем, рейтинг, да? Рейтинг всем известный, который обновляется каждые сутки, и Краснодарский край был там где-то на 15-х местах. Пару недель назад сейчас мы подпрыгнули где-то, по-моему, в пятерку, в топ-5. Вот. Так что лучше, конечно, посидеть дома. Я придерживаюсь такой точки зрения. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь, чем занимаешься, возможно, как ты себя развлекаешь? Да работаем. Работаем на удаленке. Это спасает просто от того, чтобы не поехала крыша, и очень классно. Мы почему и переехали в Сочи. Мы до этого самоизолировались в горах. Там людей вообще никого практически нет, потому что курорты закрыты, что Роза Хутор, что Красная Поляна, что Газпром, в общем, все закрыли на клюшку. До 1 июня, когда вот пошла эта самоизоляция по всей стране, и мы там еще две недели доделывали проекты, с которыми работали с одним из курортов и доделывали проекты. Как только контракт закончился, мы поставили такое многоточие, наверное, до следующего года, потому что все прошло очень круто и успешно. Мы решили переехать сюда, где мы все-таки потеплее, нежели чем в горах. Пусть побольше людей, но море, и нам очень важен интернет, чтобы была хорошая связь, потому что мы как раз работаем посредством интернета. Мы развлекаем людей, ведем стримы и, собственно, играем. Ну, ты пока еще ни разу не завис, поэтому интернет вроде бы хороший. Ребята, а все пишем к нам в группу «Девятка ТВ Киров», там уже появился пост с прямой трансляцией, именно туда в комментарии сдаем вопросы нашему гостю. Вопросы должны быть интересные, классные, веселые. А можно просто любые. Ставим плюс, где вы сейчас находитесь, на самоизоляции или нет. Какого района, города, область, пишите. Какой район города, ПГТ, село, все что угодно. За это подарим вам сегодня вкусный подарок. Да, а подарок у нас, друзья, это, как всегда, вот такой вот пакет. Сладости у нас не кончаются, друзья. Все, что вам необходимо для того, чтобы сидеть на самоизоляции, это, конечно же, к чаю. Вот, например, такой набор пирожных «Жемчужина». Есть еще другой набор пирожных, называется он «Сластена». Я уже вижу, что Иван собирается и выезжает к нам в город, чтобы покушать такой вкусный стиль. Круассаны, друзья, пряники, в общем, чего только нет. Весь этот набор сегодня кто-то получит один счастливчик. Ну что, пишите свои вопросы Ване, потому что он долгое время жил и работал, и мне кажется, что стал очень известным именно благодаря нашему городу, и потом тебя уже все остальные города к себе стали приглашать. Ну и, конечно же, просто можете рассказывать, как ваше настроение. И еще у нас есть один момент, Ваня, специально для тебя. Это что, Максим? Это игра. Игра. Называется она «Выполняйка на самоизоляции». Игр, кстати, сегодня будет много, не одна. Но вот это она будет на протяжении всей программы. Есть пять заданий, все просто. Тебе нужно определить стоп-слово, потому что только от одного, от этих заданий ты можешь отказаться. Да, давай сейчас вместе с тобой придумаем стоп-слово какое-нибудь. Что тебе приходит на ум? А игра-то 18+, да, у вас со стоп-словами, я так понимаю. И плохо, не плохо. Ну, да. У нас пока что 5+, потому что всего 5 вопросов. Ну, если надо, мы придумаем еще, сколько там осталось? 13. Итак, стоп-слово, после которого мы к тебе не пристаем и понимаем, что ты это задание выполнять ни в коем случае не будешь. Да, что ты струсил, да. Путин. Это стоп-слово не для нас сегодня. Эффективное, эффективное, самое эффективное, мне кажется, стоп-слово. Ну, ладно, давайте, не знаю тогда, пусть будет, пусть будет ЧС. ЧС, отлично. Все замечательно. Итак, мы узнали, кем и чем ты занимаешься на самоизоляции, но ты же понимаешь, ты как ведущий, да, а многие люди думают, что ага, нет мероприятий, нет людей, значит, нечем заняться ведущим. Так вот, мы спросили у наших жителей города, во-первых, что могут сейчас делать полезного ведущие мероприятий, ну, а во-вторых, кем же может работать человек, у которого такой замечательный псевдоним, как Иван Сусанин. Результаты на ваших экранах. Давайте посмотрим. Развлекательная сфера в Кирове развита очень хорошо. Но куда пойти работать ведущему мероприятий на момент карантина? Меня зовут Дмитрий Фоминых, и я вышел на свою любимую Спасскую улицу, чтобы задать этот вопрос вам, уважаемые кировчане. Кем могут работать сейчас ведущие мероприятий? Этими же, ну, прекратите. Ну, серьезно, один вопросик. Кем им сейчас работать в период карантина? Дворниками. Дворниками! А кем мог бы работать Иван Сусанин в Кирове, как думаете? Не знаю. Не знаете? Не знаю. А предположить? А вот так, вот дела я обогнала. Давай придумаем новую профессию для ведущего. Кем мог бы работать ведущий в период карантина хотя бы? Мне кажется, все могут сейчас работать курьерами. Это самая популярная тема, да. Кем мог бы работать Иван Сусанин? Да все, ну, ладно. В современных реалиях это модный таксист какой-нибудь. Ну, не знаю, на доставку пусть идут. Все на доставку идут работать. В Кирове очень много ведущих мероприятий. Да. Вот кем им сейчас работать? Как, с кем? С людьми? Нет, а сейчас же самоизоляция. Кем им работать? Мероприятий нет? Ну, так надо, значит, людей отпустить из домов. Пусть работают все. Вот все правильно, все развлекаются и работают, так? Да, конечно, обязательно. Ваня Сусанин. Как думаете, кем он мог бы работать? Не знаю я. А давайте предположим? Ага. Ну, проводником. Спасибо большое. Ведущие? Да. Ну, не знаю, даже не знаю. Как им деньги зарабатывать? Что? Можно обычными рабочими пойти. Какими? Работы много, не знаю. Например? Фехслужащие. Много очень ведущих мероприятий в Кирове. Ведущих мероприятий, развлекательных. Да, да. Кем им сейчас работать? Ведь работать совсем нет на самоизоляции. Идти помогать медикам. То есть? Идти помогать. А как без образования? Ну, научат. Кем бы мог работать? Ваня Сусанин. Иван Сусанин, он куда заведет, туда и заведет. А в Кирове у нас ходить особо некуда, сами знаете. То есть в Кирове никуда не заведет? Ну что ж, у нас на связи ведущий мероприятий Иван Сусанин из Сочи. Вань, ну что, как тебе такие варианты ответов? Модный таксист, проводник. Разнорабочий. Выбирай, не хочу. Что тебе понравилось? Профессии, где не нужно образование. То есть все считают, что у ведущего не должно быть образование, да? Ну окей, хорошо. Ладно, поехали. Курьеры. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Курьеры, наверное, теперь получают, как и ведущие в их пиковые сезоны, да? Какие-нибудь там летние и зимние. Поэтому, ну, почему бы нет ходить? Я люблю, особенно пешком, да и на велосипеде покататься не прочь. Поэтому, ваня, как говорится. Модный таксист. Ну, наверное, это тоже про меня. Единственное, что я модный таксист-бесправник. Потому что я абсолютно не водитель. Я настолько модный таксист, что у меня есть свой собственный. И он нас возит с другими пассажирами, а я сижу на соседнем и такой. А вот так вот, друзья, перейдете в Сочи, и у вас появится свой водитель. Да. Просить отпустить людей из дома, но, наверное, да. Нет, это женщина, она просила, чтобы уже выпустили. Пусть у ведущих будет работа, давайте отпустим людей из дома. Да. А, давайте отпустим. Зачем человеку самоизоляция? Вируса же нет у нее в голове просто. Она так считает. Ага, как президент Беларуси. Отличная позиция. Так, проводников в поезде. Ну, если только не Воркута Адлер, то, в принципе, не прочь. Хорошо. Разнорабочим. Разнорабочим я уже работал где-то, как раз перед тем, как стать ведущим, лет в 15. А вот понял, что, наверное, это не очень-то мое, и с 16 уже начал вести и получать за это деньги. Волонтер тоже не против. Я здесь, в Сочи, кстати, познакомился с огромным количеством классных ребят, которые волонтерены на Олимпийских играх и послушал очень много крутейших историй. Поэтому волонтерам, на самом деле, низкий поклон, потому что Олимпиаду, на самом деле, очень много людей строило бесплатно. Кстати, у нас есть тоже волонтеры. Да, счет. У нас есть тоже волонтеры, которые пишут тебе вопросы. Есть ли, во-первых, они? Конечно, есть. Давайте зададим их вы, Иван. Вконтакте, Девятого Кирова, и сегодня можете получить целый набор вкусностей, вот целый пакет. Итак, первый вопрос пишет нам Дарья Михеева. Иван, какая у вас сегодня песня дня? Исполните, пожалуйста. Ох, как. Песня дня. У меня сегодня песня дня «Звенящая тишина». Я сегодня не включал музыку абсолютно. А вот песня вчерашнего дня «Благодарю своих соседей». Представьте, я не знаю, с чем это связано. И, возможно, у кого-то короткая память из моих соседей. Мы переехали буквально в конце прошлой недели. И вчера очень громко в течение двух часов играл один и тот же трек исполнительницы «Зиверт». Я не знаю его название, но два часа он громко просто стоял на репите. Какие были слова? Я, честно говоря, не помню. У меня тоже короткая память, как и у моих соседей. Поэтому... Вань, всяко лучше, чем перфоратор, я считаю. Поэтому лучше «Зиверт», чем перфоратор. Где-то вот примерно одинаково, по-моему. Ох, не дай тебе, боже, вести ее концерт. Ваня вспомнит ведь все, Юлия «Зиверт» тебе припомнит. Ах, на вечерней вятке ты говорил. Принуждает нас. Конечно. Каждый день. Еще есть вопрос. Виктория Бронникова, как вы избегаете эмоционального и профессионального выгорания? Стараюсь, ну, как бы стараюсь гулять. То есть вот когда мы жили в горах, очень спасали прогулки по водопадам, горным рекам. Я вообще очень люблю вот эту вот стихию, все, что связано с водой. И прогулки по различным тропам. Там невероятно красиво. Здесь очень помогает, конечно, прогуляться по крыше. Я в следующем выпуске поднимусь, покажу вам. Там потрясающий вид. В общем, это разряжает, подпитывает. Прекрасная погода за окном. В общем, в Питере было сложнее, хочу сказать. Хотя там красивейшие парки. Но погода, знаете ли, не особо выводит тебя из эмоционального выгорания. Ну что, Иван, пришло время игры. Позывные. Да, динь-динь-динь, прозвучали позывные. Время поиграть. Между нами игра. Можно было переделать эту песню так. Итак, задание. Ты сейчас выбираешь одно. Пять заданий, выбираешь одно. У тебя есть стоп-слово. Стоп-слово это у нас ЧС, как мы помним. А пока выбирай одно из пяти заданий. Какое? Правое, левое, первое, второе, третье. Выбираю четвертое. Это? Да, пусть будет это. Хорошо. Ну что, это называется щедрой сусанем. Так будем называть это задание. Подарить любимую вещь. У тебя есть любимая вещь? У меня любимая вещь уехала в Санкт-Петербург. Буквально позавчера улетела на человека. Ну хорошо, выберешь новую любимую вещь. Мне очки очень нравятся, кстати. Подарить любимую вещь первому, кто позвонит на твой номер телефона. Диктуй. Так, мне нужен телефон сейчас под рукой. У меня на зарядке стоит. Ты не помнишь свой номер телефона? Я помню. В общем, друзья, нужен классный ведущий? Записывайте. Плюс 7. 931. 576. 22. 56. Вот так. Номер питерский, роуминг четверной, наверное. Сочинский. Номер питерский, роуминг сочинский. А что подаришь-то? Что они должны попросить у тебя? Очки подаришь? Давайте очки, да. Ну не эти только подарю. У меня есть еще крутые очки. Вот. Самые крутые. Хорошо. Хорошо, ты молодец. Давайте еще одно. Я иду с телефоном, потому что если он будет звонить сейчас, я не услышу, наверное. Или мне нужно будет перезвониться? Мы перезвоним, если что. Да, если что, перезвоним. Мы прямо сейчас выполним еще одно задание, потому что это было слишком легкое. Итак, осталось 4. Да. Тяни. Это? Следующее. Следующее. Вот это. Да, да, да. Кстати, звонок идет. Я слышу. Звонок идет? Уже звонят? Уже звонят. Хорошо. Друзья, кто звонит Ивану сейчас, не тратит свои деньги на роуминг, мы перезвоним вам. Но пока Иван должен выполнить еще одно как раз задание, которое ему пригодится в этом телефон, и выполнит он это чуть попозже, во время нашей рубрики. Называется «Переобуйся». Вот. Задание у нас такое. Переименовать себя в Инсте на неделю, в Инстаграме, в своем Инстаграме сменить ник на неделю на поляк. Как тебе такое? Чест. Чест не будет. То есть ты считаешь, что это самое сложное задание, которое может быть в нашем списке. А я могу пять раз использовать стоп-слово? Нет. Все, оно единственное. Оно сейчас сгорит. Оу. И все три следующие. Вот, поэтому есть возможность отменить сейчас стоп-слово тебе на этом задании. Но может быть там и попроще будет, кто знает. Может быть это для тебя самое жесткое, как кажется? Ну, у меня, да, у меня на самом деле... А, хотя нет, знаете, у меня есть второй Инстаграм-аккаунт, поэтому вообще без проблем. Хорошо, Максим, выкрутился. Выкрутился. Хорошо. Я предлагаю прямо сейчас тебе и нам всем посмотреть сюжет. Он будет о том, я смотрю, что на карантине все начинают отращивать бороды, да, молодые люди. Но многие, по крайней мере, это делают, поэтому средства для бородача, какие необходимы, мы сейчас узнаем. А пока Ваня отправляется за телефоном и, возможно, кому-то прямо сейчас подарит свои очки. Пять средств, которые должны быть у каждого бородача. В этом ролике мы расскажем о пяти предметах, которые должны быть в арсенале каждого бородача. Если у вас есть борода или вы собираетесь отрастить ее, то это видео для вас. Расческа. Первый и самый необходимый девайс – это обыкновенная расческа. И совсем не обязательно покупать дорогие гребешки и щетки. Если вы регулярно будете расчесывать бороду, она станет более послушной и приобретет нужную вам форму. Триммер для бороды. Триммер для бороды необходим, чтобы убирать торчащие волоски и сглаживать неровности, которые образуются спустя неделю-две после похода к барберу. Ваши длинные усы мешают вам есть? Триммер исправит это, но будьте аккуратны, не сбрейте лишнего. Бритва. Казалось бы, зачем бородачу бритва? Просто триммер не способен сбривать излишки под ноль, остается небольшая щетина. Конечно, в таких случаях неплохо иметь сетчатую бритву, но и обычный станок вполне подойдет. Масло для бороды. Масла нужны, чтобы смягчить вашу бороду. Если она выглядит сухой и безжизненной, то несколько капель масла сделают ее мягкой, послушной и помогут поддержать правильную форму. Воск для усов. Пользоваться воском регулярно совсем не обязательно, но если вы собираетесь на какое-то мероприятие или просто хотите отлично выглядеть, то именно воск поможет вам убрать торчащие волоски и придать усам нужную форму. Вечерняя вятка. Мы в прямом эфире. У нас на связи ведущий Иван Сусанин из Сочи на самоизоляции. Ну а вы, друзья, можете задавать ему абсолютно любой вопрос, зайти в группу ВКонтакте Девятка ТВ Киров. Там прямая трансляция. Можно смотреть из любой точки мира, а также писать свои вопросы. Сегодня самый обаятельный, привлекательный вопрос для Ивана обязательно получит подарок. Подарок это вкусности к чаю, который у нас целый пакет, друзья. Пирожные, пряники, в общем, рулет. Все-все-все для того круассана, все для того, чтобы у вас было вкусное чаепитие. Да, и буквально 4-5 минут назад Иван у нас начал выполнять задание. Одно из заданий было подарить свою любимую вещь. Это, как мы поняли, очки, которые сейчас на Иване. Первым человек, который позвонит на его номер, Иван назвал номер, и звонок был. Итак. Все правильно? Вообще-то, я понял, я понял надеть эти очки, что это не самая любимая вещь у меня. Самая любимая вещь – это губка для мытья посуды. Но, ладно, так и быть, я подарю очки. Успокаивай себя, успокаивай. Итак, давай позвоним на громкой связи, кто этот человек, который счастливчик. Прямо сейчас, друзья. Если это будет мама, и ты не знаешь, что это ее номер, я буду смеяться. Смешно, если человек ошибся номером. Итак, мы звоним. Идут гудки, друзья. Пока гудки, пока гудочки, друзья. Вы пока пишите. Группа ВКонтакте, Девятка ТВ Киров, к вашим услугам. Алло, добрый вечерочек, здравствуйте. Здравствуйте. Вы ведущего хотели заказать на мероприятие? Где Марат? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Марата Машин, да? Марата? Марата, не по тому номеру позвонили, извините. Но вы выиграли очки! Только что просто человек мог бы выиграть очки, сказав имя Иван. Просто. Но это был Марат. Как вы видите, очень плохо не смотреть вечернюю вятку. Вань, ну что, пока очки остаются с тобой, но можно еще позвонить, друзья. Если вы запомнили номер. Либо пишите в группе ВКонтакте, Девятка ТВ Киров, хочу безумные очки, возможно, Ваня сжалится. Есть вопросы. Черри Вуд спрашивает. Ваши любимые и нелюбимые форматы развлечений во время свадьбы? Да. О, вот смотрите, я категорически, наверное, не подхожу под формат. Под формат каких-то суперпомпезных свадеб. Знаете, на 300-150 гостей, где собраны все со всего света помаленьку. И мне ближе камерная свадьба, там до 60 человек, где только самые близкие. Друзья, родственники, где все очень хорошо знакомы. И получается очень крутая вечеринка. А остальные свадьбы, которые выше, идет Марат, видимо, Сусанин. Возможно, да. А именно, что касаемо развлечений. Ну, то есть даже вот на таких свадьбах какие конкурсы? То, что тебе нелюбимые и любимые. Нелюбимые? Я не знаю даже, что нелюбимые. Почему? Потому что я делаю только любимые. А что любимые, тоже нет какого-то стандарта. То есть я не работаю по заготовленным каким-то схемам. Я очень много работаю до мероприятия с парами. Я встречаюсь с гостями. Я всех их знаю до того, как окажусь на банкете, к примеру. И под это я подстраиваю развлечения. Под это я подстраиваю какие-то интерактивы и контент. Наверное, так. Поэтому у меня есть, конечно, около 8 гигабайт различных конкурсов. Но я как-то так очень редко туда захожу. Не знаю, все придумывается вместе с гостями и с парой. Евгений Лютиков. Большой привет Ване. Надеюсь, он меня помнит. Евгений Лютиков. Привет, Женька, привет. Все, отлично. Владимир Кратонов, добрый вечер. Вопрос к Ивану. Почему такой псевдоним? Разнорабочим в 15 лет не в лесах и болотах случайно работал. Нет, разнорабочим я работал где-то недалеко от... Блин, как это называется? От ЖБК на юго-западе. И мы там строили какие-то гаражи. В общем, я помню такие понятия, как ригель, опалубка и 150 рублей в час. Да. А псевдоним, ну, это очень длинная история, на самом деле, связанная с моим переходным возрастом. И такая... в мемуары войдет, в общем. Хорошо. Это оставим чуточку попозже, но я думаю, что это будет не единственный вопрос. Почему такой псевдоним? Как ты думаешь, где кировские мужчины спасаются, если им надоело сидеть дома на самоизоляции? Как ты считаешь? Есть у тебя варианты? Где спасаются? Мне кажется, что в Кирове везде можно спастись на самоизоляции, потому что, во-первых, до леса, до реки не так уж и далече, как принято говорить, на вятке. Ты давно был на вятке, раз ты думаешь, что так принято говорить. Многие мужчины говорят, что спасаются в гараже, но ведь прежде всего его нужно обустроить, поэтому прямо сейчас мы вам подскажем, как это сделать. Сразу после вернемся. Гараж — это место, где мужчины часто проводят, ну, очень много времени, согласитесь. Поэтому сделать его максимально удобным — важная задача. В этом ролике мы расскажем, как навести порядок в гараже. Для начала осмотритесь, какие предметы тут хранятся. Разберите вещи, возможно, что-то вам уже давно не нужно. Хороший стеллаж — основа порядка. Но готовые стеллажи стоят дорого, а в их стандартных нишах не всегда найдется место для хранения больших вещей или, к примеру, для шин. Предлагаем собрать стеллаж под собственным мерком. Сделайте замеры самых больших предметов, чтобы им точно хватило места. И нарисуйте план будущего стеллажа. Помните, что тяжелые вещи лучше хранить внизу, чтобы не поднимать их высоко. То, чем пользуетесь чаще всего, расположите на уровне глаз. Распилите бруски и доски и покройте их защитной пропиткой. Это необходимая мера, которая убережет древесину от грибка, плесени и вредителей. Важно наносить пропитку на чистую поверхность, которую перед этим следует обработать шлифовальной бумагой и протереть пыль. После полного высыхания пропитки нанесите яхтный лак. Он защитит поверхность от механических повреждений и сохранит ваш стеллаж надолго, даже если тот будет стоять в холодном или влажном помещении. Кроме стеллажей мы сделаем верстак. Для его изготовления понадобится мебельный щит, который также необходимо обработать пропиткой. Ждем высыхания пропитки и приступаем к изготовлению каркаса. Для этого толстые деревянные бруски соединяем при помощи металлических углов и саморезов. Стеллаж прикрепляем к стене с помощью уголков и дюбель гвоздей. Делается это для того, чтобы конструкция была прочно зафиксирована. На каркасе закрепляем полки. Снизу делаем длинную полку для колес с помощью двух досок, закрепленных примерно в 5 сантиметрах от пола. Кстати, хранить колеса друг на друге не рекомендуется, так как они могут деформироваться. Далее закрепляем мебельный щит. Над столом рекомендуем сделать дополнительное освещение и небольшую полку для мелочей. Также здесь можно закрепить крючки или корзины для инструментов. Чтобы помещение выглядело аккуратным, перекрасьте старые и ржавые металлические поверхности. Всего полчаса работы, а гараж выглядит куда лучше. Прямой эфир. Прямой эфир «Вечерняя вятка» у нас на связи. Из города Сочи Иван Сусанин в ведущие мероприятия. И сейчас мы продолжаем играть в игру «Выполняй-ка» на самоизоляции. И осталось три задания. Первое, второе и третье. Какой выберешь? Вот это? Третье. Вот я хочу это. Можно? Да. Хорошо. Поехали. Называется «До Винчи». Задание. Нарисуй на лице слово «Суся». И останься так до конца эфира. Как тебе? Есть слово «ЧС». Что происходит? Я пытаюсь найти, возможно, где-то есть какой-нибудь карандаш для макияжа или что-то такое, да, или для глаз. У тебя же был маркер. Потому что мы маркером это делаем. Да, давай маркером. Маркер – это делать too much, ребята. Это делать too much. Есть слово «ЧС». Нет, давай маркер, 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 Вань, ну ты будешь дольше искать. Ну давай, давай, ну Суся, это же практически ты. Так, все, человек убегает от нас. Куда ты пошел? Нет, так я знаю, что я сделаю. Я сейчас возьму уголь из печи. Пока Ваня ищет, чем будет он на себе рисовать на лице. Вы можете задавать вопросы группу ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Вань, не громи квартиру. Я бы думал, что с майонезом, может быть, это сделать. Майонезом? Такого у нас еще не было. Второй день подряд в нашем эфире появится майонез. Правда, не на лице. На лице это как-то странновато, если честно. Ну да ладно. Ты готов, что ли, Суся писать? Я готов, я взял ручку, да. Пока ты пишешь, мы зададим тебе пару вопросов. Да, есть вопросики. Пишет Дмитрий Фомиды. Вань, хочу очки и солнце пришло в Киров. Вопрос, в каком возрасте ты провел свое первое взрослое мероприятие и сталкивался ли ты с детскими праздниками? Тем временем Иван написал слово «Суся», мы видим. Так, отлично, молодец. Итак, вопрос. Детские мероприятия были в твоей жизни? Детские мероприятия были в моей жизни. Это было очень давно. Мне как раз таки, наверное, было в районе 16 лет. Я работал на одной из агентств в Кирове и поступил заказ от какой-то очень обеспеченной семьи. У них, у ребенка был день рождения. Соответственно, нас приехали вдвоем. Меня и моего друга вместе с охапкой костюмов и реквизитов забрала такая черная бэха-семерка, которых практически не было в городе. Мы такие, вау, нас увезли куда-то в... Вот у нас на Коминтерн поворот, а следующий идет... Как он называется? ВАД, да. ВАД с красивыми коттеджами. Нас привезли в ВАД с красивыми коттеджами, и, собственно, мы столкнулись с детьми. Мы понятия не имели вообще, как работать с детьми. Это было первое и последнее мероприятие. И с тех пор я зарекся, что с детьми я работать не буду. Но вот сейчас, например, у меня в Питере... Я же не только веду. То есть я занимаюсь еще и организацией мероприятий. И вот сейчас у меня в Питере на май месяц была заявка от тоже таких очень богатых родителей. Они хотели сделать крутой выпускной для четырех плашек. Вот. Я им предложил позвать блогеров, поставить съемочную студию, вести прямые эфиры. Все это на теплоходе, кататься на Ламборджини, пришвартовываясь, исполнять различные желания и так далее. Родители сказали, вау, круто, все делаем. И тут, собственно, пришел. Коронавирус спас и бюджет. И, возможно, детей, потому что у них, наверное, был бы шок. Ваню Малку спрашивает. Привет, Ваня, как же карандаш в стакане и яйцо в брюках? Нормально же, к вопросу о любимых конкурсах. Или нелюбимых? Не, я вообще бы устраивал, на самом деле, чемпионат мира по карандашу в бутылке, потому что это, ну, это фан. Это реально. Сейчас это фан. Ну, и, как бы, сделать это, понимая всю абсурдность и, как бы, вот этой истории, почему бы нет? Ну, просто, типа, поржать. Яйцо в брючину. Что-то подобное, по-моему, я делал. Когда-то на одном из первых корпоративов лет, наверное, там, в 17-18. Наверное, да, да. Хорошо, есть еще вопрос. Марина Ложкина. Хочу свадьбу со всеми конкурсами. Попади карандашиком в бутылочку, лопни шарик, чтобы вот мужчины переодевались в лебедей и танцевали. Немые сценки обязательно. Согласились бы вы вести такую лютую, ну, конечно же, ироничную, гиперболизированную свадьбу? И выкуп, конечно же. Да, 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 однозначно да. Вот если это ирония, если это здоровая ирония, если все готовы поиграть в это, то мы поиграем очень круто. Мы соберем просто все зашквары, и будет супер весело. Главное, чтобы эту иронию понимали молодожен. Да, чтобы жених был в стальном костюме с розовым галстуком, со страносыми ботинками. Я мечтаю о такой свадьбе теперь тоже. Невеста была, чтобы в супер пышном свадьбе, настолько пышном, чтобы она могла как в зорби в нем катиться, и не травмировалась бы. Ну, то есть, да, без проблем. Если вы с чувством юмора, то звоните. Окей. Ну что, здорово, мы тоже с чувством юмора, но, как ты понимаешь, что чувство юмора тоже иногда бывает. Хочется покушать, да, на свадьбе. Это одна из таких забав веселых. И вот на филиппинской свадьбе обычно готовят следующий рецепт. Но вы можете его приготовить даже сегодня в условиях самоизоляции. Поэтому записывайте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну что, друзья, вечерняя вятка. Играем сегодня с Иваном Сусаниным. Он только что показал нам, что переименовал свой ник в Инстаграме. Теперь он не Иван Сусанин, а поляк. Ну-ка, покажи, Вань. Так. Во-во-во-во. Все, мы видим, это поляк. Отлично. Теперь обращайтесь к нему именно так. Ну что, следующая игра. Как ты понимаешь, на свадьбах, на мероприятиях бывает очень много музыки. А твоя сегодняшняя задача – это подобрать песню к слову, которое мы тебе закидываем. Да, слова, которые сейчас на слуху. Ты знаешь так, помоги диджею, да? Он стоит, что-то думает, а ты такой хоп, слово какое-то есть, сброшено, и он должен на эту песню. Ну, придумаем, что это как будто ты сегодня с диджеем работаешь. Итак, поехали. Если слово «карантин», то какая песня должна зазвучать? Подойти к этому слову прям. Как он смотрит? Боже мой. На море. Зайка моя. Это карантин? Зайка моя, я... Хорошо. Это карантин, да. Чем еще заниматься в карантине? Следующее словосочетание. Самоизоляция в Сочи. Да. Близкую, по смыслу, к этому песню. Дензо Кудуро. Мне кажется, какая-нибудь такая. Не знаю. Следующее слово. Или за тебя колым отдам. За тебя колым отдам, да? Что-то подобное. Следующее слово – это антисептик. Антисептик – это что-то из Егора Крида. Сердце и яско, да? Антисептик. Антисептик. Альбом может так называться. Следующее слово – это печенеги. Так, сейчас на слуху слово. Печенеги. Вот как раз там хорошо подходит за тебя колым отдам. Ну, наверное, да. Что-то бы из классики, может быть, из «Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя не замечаю». Хорошо. Да, отлично. Следующее слово. Это половцы, это половцы печенегом. Следующее слово – это пропуск. Пропуск. Собственно, как вы понимаете, все мои музыкальные опознания ограничены… Группой руки вверх, да, да. Группой руки вверх, да. И за тебя колым отдам. Пропуск, наверное… Носи усы. Кто понял, тот понял. Что-то из Маликова, наверное. Что-то из Маликова. Пропуск этой песни, да? Пропуск песни Маликова. Следующее слово – это обнуление. Обнуление? У меня обнуление, наверное, ассоциируется с Аллой Борисовной Пугачевой. И с ее турами очередными, которые катались под названием «Обнуляюсь». Вот все, последний раз. И потом снова обнуление, обнуление. Поэтому «Миллион алых роз» подойдет. Миллион алых роз, да. Или «Орликина». «Орликина» можно быть смешным. Хорошо, и последнее слово – слово «Удаленка». Удаленка? Это «Зиверт», по-моему. Это, наверное, да, «Зиверт». Какие песни популярные у «Зиверт» есть? У меня есть чего только нет. «Парусы», «Я тебя люблю». В общем, хорошие песни. Передаем привет, Юля. Ну что, почитай еще комментарии. Я тебя любил по «Удаленке». Следующее. И я. Давайте. Давайте почитаем сообщения, потому что их много. Ребята пишут, стараются. Расскажите ваш самый смешной момент в работе ведущего. И были ли моменты, за которые стыдно? Спрашивает Наталья Фололеева. Давайте их узнаем у Ивана. Момент. Я, давайте так. Я, наверное, не вспомню. Ну, вот это такой очень плохой вопрос. А расскажите интересные случаи из вашего опыта. Поэтому расскажу за случай, за который мне стыдно. Давай. Дело было в Кирове. Мы работали с одним из... Один из свадебных салонов крупных в Кирове. Организовывал мероприятие для невест. Было собрано в самом большом клубе в нашем городе. Известно, да, в каком. В центре. Просто, ну, я не знаю, человек 800, наверное. Пришли, ну, типа, молодожены. 800 человек молодоженцев. Разыгрывались путевки, разыгрывались свадебные платья, костюмы. Куча была различных партнеров. А я приехал на это мероприятие вообще без голоса. Вот просто напрочь. Так. Просто я неплохо попел песни в караоке за ночь. И я приехал реально просто без голоса. Я приезжаю. Я не могу. Мне говорят. И, Баня, сейчас мы тебя вылечим. Наливают мне горячего коньяку. Я его выпиваю. И у меня появляется голос. И я такой. Ммм, работает. Классно. Только работает где-то примерно минут на 15. А потом как бы он снова садится. И мне в течение вечера нескольких часов приходилось. Ну, как бы приводить голос в перерыве между артистами, розыгрышами, какими-то своими конкурсами в порядок. Я нам приводил его в порядок настолько, что в конце мероприятия я просто сел на сцену, свесил ножки вот так вот. С этой высокой сцены сидел. И уже очень веселенький. Что-то говорил. За это мне было безумно стыдно. Но отработал. Но, типа, не сдался. Этого наверняка не оценили мои потенциальные клиенты будущие. Да, из этих 800 человек, которые смотрели... Поэтому ты и уехал в Питер, да. Все понятно. Да. Это было очень давно. Это было, я не знаю, в году каком-то 2012-м, может быть, 2011-м. Алена Захарова. Какая мечта из детства сбылась, спрашивает. Я мечтал стать клоуном. Наверное, опять из-за сбылась. Я еще мечтал стать водителем троллейбуса. Поэтому где-то на пути. А как же жить с видом на море? Не было такой мечты на самом деле. Вообще в Сочи проблема стать водителем троллейбуса. Это такое супериспытание здесь. Потому что троллейбусов здесь нет. Хорошо. Еще вопросики. Были ли необычные мероприятия? День Нептуна или Ивана Купала, к примеру. Может быть, собачья свадьба? Рома Белый Романов, спрашивает. Самое необычное мероприятие, которое ты вел? Самое необычное мероприятие. Так, это сейчас покопаться в архивах прям надо. Я точно знаю, что бы я хотел отвезти. Давай. Я из необычного такого. Я бы что-нибудь из нестандартной любви хотел бы отвезти. Назовем это так, наверное. Максимально корректно для эфира. И, наверное, в последний путь. Серьезно? Это да. Да. Ну, то есть, опять же, здесь человек должен быть с какой-то такой, с очень здравым подходом к этому делу, да, и чтобы мы заранее все обсудили, и мы бы закатили там какую-нибудь классную вещь. А какой человек, который вот горизонтальный или который вертикальный? Который горизонтальный, да. Ну, то есть, например, позвонил и сказал, Иван, я вот собираюсь в последний путь. Он ближайший. 16 мая. Да. Ты как, не занят в этом деле? Нет, не занят. Ну да, главное иметь чувство юмора, и все будет хорошо. Да, и он говорит, хочу, вот прям, чтобы все улыбались, все танцевали. У меня все классные друзья, все давно ждут этого события. И, в общем, давай отметим. Без проблем. Переходим к следующему сюжету, пока Ваня в своих мечтах, вы посмотрите рубрику. Задумывались ли вы, как на самом деле влияют на детей самые привычные и безобидные на первый взгляд фразы? К сожалению, многие из них не приносят ничего, кроме вреда. В этом выпуске мы решили разобраться, какие фразы нельзя говорить ребенку за столом. Не съешь – не получишь конфету. Согласитесь, эта фраза звучит как угроза, и именно так ее расценивает ребенок. Забота родителей о здоровье своего чада воспринимается им как лишение радости за провинность. Просто объясните малышу, почему сладкое полагается есть после еды. В противном случае у него может сформироваться привычка заедать проблемы или награждать себя сладостями. Не привередничай – ешь. Этой фразой мы незаметно навешиваем на ребенка негативный ярлык просто за то, что его вкус не совпадает с вашим. Конечно, тут речь не идет о простых капризах и о детях до 4 лет. Если ваш малыш достаточно взрослый, спрашивайте его, что он хотел бы на обед или ужин. И прислушивайтесь к его желаниям. Съешь еще – одна из самых опасных фраз, которая может привести к расстройству пищевого поведения, перееданию и, как следствие, проблемам со здоровьем. И дети, и их родители должны понимать, что прием пищи – это биологическая потребность, но никак не обязанность. Поэтому позвольте ребенку самому определять, сколько ему нужно съесть, чтобы насытиться. А после еды просто напомните ребенку, через какое время будет следующий прием пищи. Не ешь это. Каким бы ни было ваше отношение к тому или другому продукту или блюду, никогда не навязывайте его своему ребенку. Не стоит говорить эту фразу малышу, даже если вам кажется, что это не в его вкусе. Дайте ему возможность попробовать что-то новое. Конечно, исключением является ситуация, когда еда слишком острая или горькая. Но в этих случаях лучше сказать по-другому, чтобы негативная оценка блюда не отложилась у ребенка в подсознании. Ты должен это попробовать. Если вы действительно хотите, чтобы ребенок съел то, что вы ему предлагаете, например, овощи, просто скажите «Мы с папой очень любим это блюдо, но если тебе не понравится, не ешь». Или найдите тот способ приготовления тех же овощей, которые придется ребенку по вкусу. Надеемся, это видео было для вас полезным. Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Ну что, у нас на связи Сочи, Иван Сусанин. Ой, как красиво, как красиво, как солнечно. Смотрю, тепло, свежий воздух, горы, море Сочи. Прекрасно. У нас есть последнее задание, потому что одно из них ты уже выполнил, рассказал уже историю, за которую стыдно. Там была именно она. Поэтому последнее. Не время отказываться, да, Максим? Называется «Все-таки хочу». Крикни из окна, ты как раз сейчас на балконе, судя по всему, на крыше, на балконе. Какой-то террасе. Люди, я Сусанин, я выведу вас из карантина. Можешь начинать кричать. Чес? А, у него же остался, остался. О, какой он скучный человечек, но ведь очки он никому не подарил. Может, все-таки он крикнет? Ой, вы просто гляньте. На ходу. Да, конечно. Вообще, тайминг мероприятий, организм живой, есть такое понятие в эвен-среде. И поэтому он не может быть вот прям минутка в минутку, если это какое-то личное событие. Потому что мы всегда стараемся сделать отдых гостей максимально комфортным, а ты не можешь сделать его комфортным. Итак, друзья, у нас перерыв понежится на солнышке, на весеннем, там, ровно три с половиной минуты. И больше ни-ни. Поэтому в формате частных праздников, да. Если это какое-то мероприятие, какой-то концерт или, не знаю, какой-то фестиваль, то там, наоборот, все идет к максимально точным таймингам, да, чтобы не выбиваться, потому что артисты идут друг за другом. Поэтому в частных мероприятиях тайминг двигается, приходится ориентироваться, что-то идет не по плану, кто-то может задерживаться. Поэтому вот так. Такие особенности. Хорошо. Владимир Каратонов спрашивает, шашлык или рыба на углях? Шашлык из рыбы на углях. Я бы просто шашлык был, не люблю рыбу. Наталья Фулалеева, есть ли у вас какая-то изюминка, которая отличает вас от других ведущих? О, реклама. Лично себя. Наверное, да. Наверное, да. Я не позиционирую последние несколько лет себя как ведущий на частных праздниках. Вот. В отличие от многих моих коллег. И, наверное, одна из плюшек, которую практически никто не делает, я реально знакомлюсь со всеми гостями до мероприятия. У тебя написано, что ты шафер. А в чем принципиальная разница? Разница принципиальная в подготовке. То есть ведущий может забрифовать пару, к примеру, если мы говорим о свадьбе или именинника, если это какой-то день рождения, либо юбилей. И, собственно, все, с этой информацией работать. А шафер в процессе подготовки становится настоящим приятелем, другом, таким парнем своим, которого уже знают на мероприятии. И он свой в тусовке, всегда готов поддержать. Мне очень часто звонят мои пары, невесты, к примеру, где-нибудь с полдвенадцатого ночи, плачут и говорят, блин, я задолбалась. Все, нервы ни к черту, может, давай все отменим, я не знаю. И, в общем, мы сидим, болтаем, разговариваем, я их потешаю, где-то поддерживаю. Я всегда на связи, всегда консультирую, как-то помогаю. И вот, наверное, это отличает от моих соратников. Поэтому я не стараюсь брать много мероприятий. Для меня не важно количество, мне важнее качество. Я стараюсь не брать несколько дней поподряд. То есть там мои коллеги работают четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Я лучше буду работать там четверг, субботу, чтобы успевать восстанавливаться. И из-за того, что я там где-то не выспался и не отдал там на сто процентов, не отработал, не страдали мои клиенты. Вань, отлично, хорошо. Давай сейчас подведем итоги, потому что у нас есть целый пакет сладостей. Зрители старались, зрители писали. Тебе нужно выбрать самый любимый вопрос, который тебе понравился. Я тебе немножечко напомню. Итак, у нас был вопрос, какая сегодня песня играет, избегает эмоционального выгорания. Любимые нелепые форматы развлечения. Большой привет придавал Евгений Лютиков. Разнорабочие, 15 лет в лесах или в болотах. Ты работал, спрашивали. Про псевдоним. Просили очки от солнца. Также спрашивали про яйцо в брюках. Потом писали про свадьбу с конкурсами, где все по жести, да, как мы помним, со всеми традициями. Далее были вопросы, какая мечта из детства сбылась. Были ли необычные мероприятия самые. И также приходилось ли менять программу, шашлык или рыба. И вот последний вопрос про изюминку. Какой вопрос тебе понравился больше? Слушайте, а есть возможность раздробить подарки или пакетом все уходит? Эх, к сожалению, нет. Ведь ты же очки свои не отдаешь. Мы могли бы подарить кому-то очки, кому-то пакет. Но пока так. Все вопросы примерно более или менее эмоционально равны. Ну, как бы, да, при восприятии у меня. Я бы хотел, наверное, отправить обратный привет Евгению Лютикову. Дело в том, что господин Лютиков актер театра «Нас Паской». Да, он уже приходил к нам в гости на шоу, конечно. И поэтому хотелось бы поддержать творческих людей, коллег. Давайте, Женя, отправим вот этот пакет со сладостями. Поддержим актеров в такое непростое время. Женя. Ну да. Спасибо. Впервые в нашей передаче выиграл не вопрос, а переданный привет. Ну да. Но это было максимально нестандартно из всего перечисленного. И сейчас Гидко Владимир Каратонов с шашлыком и рыбой на углях. В смысле? Это нестандартно. Окей. Хорошо, Вань. Пожелай, пожалуйста, всем людям на самоизоляции чего-нибудь хорошего, доброго, светлого. Друзья, не отчаивайтесь. И, пожалуйста, не паранойте. Имейте чувство иронии над всем происходящим. Чаще мойте руки и берегите себя и своих близких. В общем, практически полуполитическая речь у меня была. Баллотируйте. Ну что, друзья, с нами сегодня проводил это время шоумен, шафер, ведущий, называйте как хотите, Иван Сусанин. Замечательный человек из Сочи, он с нами общался. Также сегодня с вами в студии была Алена Милина. Максим Кроптов. Увидимся с вами уже завтра. Всем отличного вечера. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.